У меня все работает. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Меня зовут Ольга Галомова. Я представляю рекламную группу компании RCG. Сегодня хочу с вами поделиться нашим опытом 16-17 года по части оказания услуг про бон. И для того, чтобы начать, прежде чем озвучить нашу, скажем так, боль и лайфхаки, я хотела бы очень коротко рассказать о нас. Рекламная группа компании RCG оказывает весь спектр маркетинговых услуг. Это и PR, это и Digital, и BTL, и Event, и Video Production. Мы уже 20 лет на рынке. И с года основания, с 98-го года мы посещаем, как и многие другие организации, детские дома. У нас есть такая внутренняя корпоративная традиция. И с 2016 года мы поменяли свой подход к поиску конкретного детского дома. Это была запущена очень серьезная работа по части изменения отношений и мнения собственников к выбору детских домов. Именно 2016 год стал данным знакомым, потому что мы изучили некоммерческие организации, столкнулись с очень серьезными, скажем так, вопросом, как правильно выбрать благотворительный фонд, который может посоветовать нам релевантный детский дом. И действительно очень благодарны прекрасному фонду «Здесь и сейчас», который как раз-таки возглавляет Татьяна Турчинская, по совместительству которых были аксоциации «Все вместе». Это нас все вдохновило на то, чтобы положить начало новому направлению бизнеса, социально-ориентированному маркетингу. И за 2016-2017 год мы вынуждены были инвестировать очень много средств, времени и ресурсов на изучение специфики некоммерческого сектора, для того, чтобы нашим основным клиентам, коммерческим компаниям рассказывать о деятельности данных фондов, знакомить обе стороны для всем нам хорошо известной стратегии «Вин-Вин». И таким образом мы приняли на себе решение, что для того, чтобы транслировать что-то на внешний рынок нашим клиентам и бутыльным фондам, мы, в первую очередь, должны учить себя. Мы должны сами из себя представлять пример. Мы должны профессионально подходить не только к выполнению обязательных части социальной ответственности бизнеса, но и должны профессионально оказывать услуги в этом направлении. В 2017 году мы оказали прогона более 16 НКО в самых различных проявлениях. Некоторые из них самые известные обучительные фонды вы можете увидеть на слайде. Я не стану сейчас рассказывать о специфике каждого из взаимодействий, но все контакты будут поставлены, если что, это не проблема. Я просто хотела вам назвать те фонды, с которыми, скажем так, у нас есть достаточно положительные и результаты, и динамика. И сегодня хотелось бы с вами обсудить, уделиться с нашими самыми главными слабыми моментами нас в субботу анализа и положительными. Конечно же, вот это вот отсутствие понимания обеих сторон, это очень серьезная проблема. До смешного доходило, с некоторыми выделительными фондами нам приходилось проводить порядка 12 встреч, для того, чтобы точности понять, то ли нужно благотворительному фонду, зачем он пришел изначально. Я сразу прошу прощения за некий такой циничный сейчас свой язык, поверьте, это только из-за того, что я с глубоким уважением отношусь к всему тому, что вы делаете. Но у меня, как руководителя данного направления, порой самой заканчивались все силы. Потому что вот это непонимание обеих сторон, а что ему необходимо, по большому счету напоминало во многом, знаете, сеанс психотерапевта. И я вас настоятельно прошу, прежде чем делать рассылку в агентство, прежде чем сформулировать свой запрос, пообщайтесь внутри своего коллектива, а правильно ли вы смотрите на ту задачу, на ту проблему, с которой вы идете к внешнему партнеру. Потому что ту боль, которую мы испытывали, когда к нам приходили руководители одних направлений, а впоследствии выяснялось, что директор в принципе смотрит на эту проблему совершенно иначе, по итогу наше взаимодействие сводили к нулю. Длительное принятие решений и сбор информации. То, о чем сказал сегодня Алексей, действительно нам очень важно получить информацию в те сроки, о которых мы договариваемся. Мы, как рекламное агентство, участвуем в огромном количестве тендеров. Крупные корпорации, которые просят запустить компанию через 3 недели, дают нам на подготовку прендерного предложения 3 дня, означает, что лишь вся та информация, которая уйдет в эти 3 дня, отведенная нам на подготовку, будет брендом рассмотрена в принципе. С точки зрения профессиональной этики, не совсем корректно называть бухгалтерные фонды, но, поверьте, когда доходит к 2, это смешно. Прекраснейшие программы, которые делают эти 3 фонды, они не могут высказать в ту же минуту, не только потому, что люди не имеют доступ к компьютеру, а просто потому, что ее нет в собранном виде. Очень вас прошу, сделайте отдельную презентацию для бизнеса, пускай она у вас хранится по внешней ссылке, независимо от того, имеете ли вы доступ к своей почте и достаточной для вас информации, и, простите, свободного места на внешних дисках, вы буквально за минуту оперативно можете эту информацию разуслать своим партнерам. Предоставление информации на ближайшем виде, опять же, начиная от того, что ссылка в принципе не активна, либо истек срок хранения информации, так и оканчивая случаями поврежденных документов. Коллеги, вот такие вот банальные проблемы порой оборачиваются вам в потере суммы в миллионы рублей, и не мне вам рассказывать, что это стоит того, чтобы порой перестраховаться и все свои документы 10 раз перепроверить для самых различных источников, простите, газетов, которых могут открывать. Отсутствие профессионалов со стороны НКО. Мы, как рекламная группа компании, отвечаем не только за разработку коммуникационной стратегии, но и за ее реализацию. И, конечно же, изначально, договариваясь на берегу с НКО, мы сталкиваемся с той проблемой, что, по сути, то, что мы разрабатываем, потом у НКО некому исполнять. Отсутствие ресурсов в вашей компании, в ваших организациях, для нас понятны обстоятельства. Но правильно ли обращаться за кругом к услуге по СММ-стратегии, если вы прекрасно понимаете, что у вас нет человека, который потом будет эту группу вести по данному направлению? Постарайтесь, пожалуйста, хорошо оценить свои возможности, прежде чем сформулировать запрос. По поводу культуры общения, я не случайно включила этот момент. Я испытываю порой очень серьезную внутреннюю дилемму, но скажу сейчас грубо. Хороший человек – это не профессия. Это ваш личный выбор – заниматься благотворительной деятельностью. С глубоким уважением мы все относимся друг к другу, но манипуляция со стороны сотрудников НКО до сих пор присутствует на рынке. И то, что некоммерческая организация, в отличие от коммерческой организации, существует не для того, чтобы зарабатывать деньги, не означает, что вам может быть оказан гораздо более широкий спектр услуг, просто потому, что вы существуете ради благого дела. Поверьте, мы, как и вы, заинтересованы в результате работы. Поэтому давайте говорить с бизнесом на языке бизнеса. Основные рекомендации, я полагаю, что чуть-чуть не уложу со временем, мне будут просто этими три минуты. Говорите с бизнесом на языке KPI. Не знаете, что такое агрегиатура KPI, не постесняйтесь. Уточните, скажите, извините. Буквально одну минуту. Что же это такое означает? Любой менеджер понимает из огромной радости, потому что вы признали тот факт, что вы не знаете, что это такое. Но показатели эффективности – это ваше все в коммуникациях для бизнеса. И очень многие вредительные фонды считают, что пока мы молодые и зеленые, нам можно ничего не считать. А вот когда наберем мышцы и силы, вот когда у нас появятся первые миллионы, и мы сможем произвести энное количество первых операций, мы тогда и начнем говорить. Нет. Поверьте, считать нужно с момента вашего основания и планирования вашей организации все абсолютно. Потому что именно эти показатели помогут вам получить средства, получить услуги от профессионалов в своей области. Используйте инструмент Дайна. Почему я его включила в эти рекомендации? Для этого, независимо от того, какой у вас опыт работы и образования, это самый простой инструмент, который позволяет как подготовиться к встрече, как подготовиться и провести сами переговоры. Что я, как НКО, могу дать бизнесу, и что мне необходимо от бизнеса, как от моего партнера. Начинайте коммуникацию с озвучивания того, что вы можете дать. Переходите в переговоры следующим образом, пометая, что вашему партнеру необходимо. И вот именно из-за того, что вы можете дать, и обработав запрос, что необходимо вашему партнеру, и выйдет вот это вот самое НА. Попросите вашего партнера ответить вам взаимностью. Расскажите, что может вам партнер дать, и что ему необходимо. Вполне возможно, то, чем вы приходите, и вам попросту не нужно. Четко сформулируйте. Одну минуту, да? Четко сформулируйте для бизнеса преимущества работы именно с вашим НКО. Если вы занимаетесь детками-сиротами, сравните свои конкурентные преимущества по сравнению со всеми остальными НКО, и озвучьте для бизнеса, в чем именно ваше преимущество. Не забывайте благодарить бизнес. Кажется банальность. Но поверьте, доска расслабы, приятная для руководства и любого руководителя такого же, как и я, который потом с радостью поделится с другими коллегами и собственниками компании. Посмотрите, на наш труд замечают, нас видят. Это всегда приятно. Обязательно оставляйте бизнесу обратную связь. Говорите о наших ошибках. Добивайтесь того, чтобы сторона, с которой вы сотрудничали, там же вместе с вами двигалась вперед и развивалась. Я желаю вам удачи и испытываю невероятный взгляд с того, какие у нас сейчас будут вопросы. Коллеги, один вопрос, и потом копите вопросы, и на секции вопросов. Один вопрос, да. Здравствуйте. Официальный фондер. Вы понимали, что вы хотите понимать, чем может быть фонд, фондер, и как интересно вам. Расскажите не про себя, а вообще про индустрию агентств. Что мы, как фонды, что мы можем предложить, что вы ждете, а нас что мы будем предлагать. Мне кажется, чтобы сейчас у всех было четкое понимание, что я с одной стороны говорю от лица нашей коммерческой компании, с другой стороны, я говорю от всех тех брендов, которые мы обслуживаем, среди которых у нас национальные корпорации из самого различного сегмента. Я постараюсь на ваш вопрос ответить коротко. Мы всегда должны это понимать. На каком уровне развития находится социальная ответственность бизнеса? У него, в принципе, есть социальная ответственность бизнеса? В чем она заключается? Если мы знаем, что это компания про экологию, логично подразумевать, что история про экологию будет в большей степени выдачной и интересной этой компании. Если мы понимаем, что это новая компания, которой интересно заявить о себе на рынке, вы, как некоммерческая организация, имея ваше преимущество, с точки зрения СМИ поддержка, с точки зрения элементарма, то это поплакация, которые коммерческие компании не имеют возможности на бесплатную сторону. Хочу, чтобы, например, рассказать о своей деятельности. Таким образом, я хочу варить какие-то блоги. Это обычный пиат, это маркетинг, это социальная ответственность бизнеса, это продвижение первых из компаний. Для очень многих компаний действительно важно, чтобы их боссы попали как спикеры на какие-то интересные события, выходящие за рамки бизнеса. Пригласите нас в некоммерческая организация, компанию X, на социально ориентированное некое мероприятие в регионе Z и расскажите о том, что эта компания может вместе с вами говорить по сути про одно и то же, но просто с разных сторон. Изучите деятельность компании, создайте свой биш-лист, лист мечты бренда, с которыми хотелось бы работать. Найдите точки соприкосновения. Но на этот вопрос очень коротко. Я постаралась сейчас ответить, но все детали, нюансы есть. Стоп, 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 извините. Все, прямо жесткий тайм. Давайте поставим скопить вопросы. Передаем слово. А вы готовы пожертвовать минутами сейчас? Минутами? Одной минуты? Про бонами. Про бонами хорошо. Сколько мы должны про бонами? Нет, а в данной жизни тогда мы сейчас как бы ответим. Нет, спасибо за поддержку коллеги, больше всего бренда. У меня часто отбывает ощущение, и ровно сейчас я услышала то, что вы ждете от НКО, когда НКО вас принимают как рекламное агентство. В чем обращаются компании, и подключаются рекламные агентства со словами «мут придумает классную штуку, она тоже, наверное, известна, но, в общем-то, мы бы хотели получить какую-нибудь звезду бесплатную для того, чтобы сняться в рекламе». Чемпанк Хроматова не может, но у вас же есть друзья. И это очень распространенная история. В этих историях благотворительному выкипает несчастная звезда, которая находит в своем графике свободный съемочный день, тратит его на съемку рекламы и продвижения товар компании «Икс». Компания «Икс» включает дешевый реклам, продвижение и, в общем-то, сэкономика. Это та история, с которой мы сталкиваемся, предложения, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Что, кроме пиара, может быть интересно в бизнесе? Ну, смотрите, сейчас бренды серьезно интересуются тем, каким образом на уровне их продаж влияет социально-ориентированный маркетинг, когда часть средств от покупки их продуктов направляется в ваш фонд. Расскажите о том, какие вы запускаете программы и почему поддержка тех или иных программ ваших МФО может быть интересна коммерческим брендам. Какая необходима сумма для того, чтобы запускать эту компанию? В каком количестве средств и в какие промежутки времени вам необходимо ее получать. Расскажите о том, насколько целевая аудитория продукта, бренда, компании, которую вы приглашаете в сотрудничество, заинтересована тем, что делаете вы. У нас, например, целевая аудитория одного из наших брендов детского питания напрямую совпадает с целевой аудиторией выделительного фонда. И мы понимаем, что целевая аудитория доноров выделительного фонда это как раз таки та аудитория, которая покупает этот продукт детское питание. И мы нашли с точки взаимодействия. Оказывается, каждая женщина после того, когда у нее появился ребенок, она гораздо в большей степени расположена в пожертвовании. Обращайтесь к базам данных друг друга. Расскажите о том, что вы можете пригласить ваших волонтеров, ваших друзей фонда, ваших опечителей на презентации рекламных продуктов, которые создают наши бренды. Вариантов масса. Я хочу, чтобы вы смотрели просто в более широко на взаимодействии с коммерческими брендами. Я понимаю, в чем заключается ваше опасение и более того, мне понятно, почему, возможно, из моего выступления сложилось такое мнение, потому что мне очень важно дать обратно рассказать по различным направлениям. Почему я сказала про уровень развития социальной ответственности бизнеса? Ну, слегка, скажем так, наивно полагать, что бренду, который абсолютно не прокачан в сфере социальной ответственности, будет понятно, что можно с некоммерческой организацией без переведения конкретных примеров с рынка. Расскажите об облаке в сотрудничестве даже с другими компаниями. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова